Всем привет! У нас сегодня как-то пасмурно, непонятно, но тепло. Главное, ветра нет. Иду на работу, как всегда. Все, в принципе, все как всегда. Гуляю, птички поют. Видите, как пасмурно. Но дождя вроде не обещали. Вот так вот. Начинается рабочая неделя. Не знаю. А на этой неделе, по-моему, день Валентина, в четверг, да? Вы будете отмечать? Вообще отмечаете ли вы его этот праздник? Мы, если честно, нет. Потому что если все праздники отмечать, то никакого здоровья не хватит. Да и вообще, четверг это как бы рабочий день. И как его отмечать вообще? Ну, в ресторан сходить, да, там, своим любимым человеком, мужем, там, я не знаю, женихом. Романтика. Ну, в четверг идти в ресторан, а в пятницу потом на работу что-то не то. Ну, какие-нибудь презентики тоже можно подарить. Хотя, знаете, я люблю подарки дарить не по поводу. То есть вот я и думаю, допустим, увидела что-нибудь. О, это подходит, там, мои подруги, там, я моему мужу куплю и подарю все, и без повода. А вот это вот обязаловка как бы на день рождения, да, подарки дарить. Идти, искать вот что-то. Мы вообще вот с девчонками сделали вывод такой, что лучше деньгами, намного проще и уже купит себе, что хочет. Так и на день влюбленных. Муж говорит, что тебе подарить? Я говорю, деньги давай, зачем мне что-то дарить? Тем более, он, знаете, какой вообще не понимает, что надо, что не надо. Нету вот такого вот, чтобы замечать, что-то подмечать. Там или что-то, не знаю. Может быть, все мужики такие. Так что, или, допустим, вот, подари мне это. О, у тебя деньги есть, иди и купи. Вот так всегда. А где же сюрприз, где же магия? Но я уже привыкла, поэтому не парюсь. Иду и покупаю все, что хочу. Что он там смотрит? У нас вот, кстати, вот этот бар, он открывается по вечерам. Выходные. Здесь, правда, ни разу не была. Не знаю, что это за бар. А там тоже ремонт везде идут. В прошлый раз, в субботу, наверное, я шла на работу. Люди здесь ходили, туристы. А где здесь можно кофе попить? Ага, где? Нигде. У нас тут наверху вообще есть 4 ресторана, но по утрам ни один из них не работает. Так что здесь, если где-то позавтракать, кофе попить. Такого даже и не мечтайте об этом. Что тут там делают на крыше. И цемент капает. Не видите, наверное, я вижу. И мне это почему-то не нравится, потому что сейчас на голову упадет. или быстренько пройти. Смотрите, он прям падает тут. Ай-ай, видите, все заляпано. Бегом-бегом. Бегом-бегом. Что-то ремонтируют. Тут этим домам больше 100 лет. Каждому. Тут если ремонтировать, даже стены надо. Видите, какая влажность. Все отваливается. А вот здесь, здесь вот, вот в этом закутке, это бывшая тюрьма. Вот это. Это бывшая тюрьма там, представляете? Это мне тут местные жители рассказали. Что-то опять ремонтируют. Этот ресторан у нас открылся буквально 3 года назад. Все время ремонт, ремонт. Это музей был. Все закрыли нафиг. Никого нет. Зато сейчас говорят, здесь йогу делают. Вот. По вторникам с 8 до 9.30. И говорят, что приходит очень много людей. У меня подруга есть. Она как увлекается йогой. А я как-то, знаете, не знаю. Никогда она меня не заманивала. Не понимаю ее. Чарли, вы? Настой. Кесай, кесай. Идем работать. В общем, идем работать. Я уже дома. И буду сейчас готовить куриные лапки. Выглядят, конечно, они не очень, да. Но они все чистые, без ногтей. В общем, вообще суперские. Я их просто сейчас помою. И сделаю соус такой а-ля китайский. Так что следите. Но, так как соус лапки одни муж точно не будет есть. У меня были кости свиные. Ну, кости. Костями это трудно назвать. Я их сейчас обжарю и тоже сделаю на китайский лап. А для этого мне понадобится полулуковицы. Здесь у меня сколько? Лапок-то полкило. 440 грамм. Кабачок в конце. Морковка и перец. Сейчас все это порежу крупненько, чтобы, знаете, все было крупненько. Овощи нарезаю на кабачок. В самом конце я буду класть ножки 10 минут отварю. Я, знаете, вчера рецепты разные смотрела, в общем, как готовить ножки. Лапки куриные. Вот. Везде лазило и везде написано, что их нужно 10 минут раньше отварить. Ну, а соус я буду делать от себя, чина. Какой хочу, такой и сделаю. Ну, делать я его буду из остричный соус, соевый соус, так, чтобы еще забасить. Конечно, крахмал кукурузный в воде разведу. Ну, и вода, естественно, нужна будет. Ну, если еще что-то добавлю, я вам обязательно скажу. А, естественно, господи, у меня есть приправы для ВОК. Очень классные вот эти приправы. Я их покупала в Лидоле. Вообще классные. Их я точно буду использовать. Ну, и, наверное, знаете, чеснок сухой. Ну, соль, перец, это естественно. пойду искать крахмал кукурузный. Мясо уже обжарилось. Я туда положила две овощи, кроме колоботина. Кабачка. Ножки варятся, лапки. И это пускай у меня сейчас поджарится. Смотрите, как все хорошо поджарилось. Я там рис поставила варить. Думаю, что-то это же типа а-ля китайская. надо с рисом. Лапки осталось им всего минутка. Поэтому закладываю сюда кабачок. И пускай он там тоже с ними женится, скажем так. Все, выключились ножки. Я их тоже сейчас положу сюда. Маленькая сковородка, поэтому поменяла сковородку. сейчас буду добавлять остричный соус. Так вот прям не жалею. Не жалею мне тут не очень много. Соевый соус на вкус и специи. Добавила все специи, соевый соус, остричный соус. Сейчас все это перемешаю. запах неимоверный. Смотрите аккуратнее с солью, потому что соевый соус он же соленый. Поэтому надо поаккуратнее. И добавлю сейчас крахмал с водой. Если понадобится больше бульона, возьму вот этот бульон. Тоже сюда. Он должен быть в таком соусе. не важно что жидкий, потому что потом мы добавим крахмал и с крахмалом все сделается такое. соусообразное. Вот такие лапки, вот такие лапки. Пока оставлю минут на пять вот так все в этой воде тушится. Когда у нас минут пять-семь все это покипело, я попробовала одну лапку, она уже мягкая совершенно. Правда такая порция офигеть нет на неделю. Ну лапки то я быстро съем вместо семечек. Рис сварился уже. Поэтому сейчас залью крахмал. И это тот самый момент, когда пробуем на соль. Если ее не хватает, то просто добавляем соль. Смотрите, видите, он какой загустевает. И вот как в китайских магазинах, он такой прозрачный соус. То есть лебисом с мукой он бы был не такого цвета. варит. как все бурчит. Здесь уже варить не надо, просто пробурчал, чтобы крахмал схватился. И все, блюдо готово. Вот такие вот лапки у меня куриные, вкусняцкие. Кстати, соус я попробовала, он просто нереально обалденный. Класс! В общем, сейчас поем, я вам скажу, как он. Класс, может и не класс. Смотрите, какая вкуснятина получилась. Всем приятного аппетита! Музыка. Музыка. Как много зависит от ветра. Вчера был такой теплый даже, можно сказать, летний ветер. Сегодня он просто вообще дубак какой-то. У меня, смотрите, все лицо замерзло. Такой ледяной ветер. Зима самая настоящая. Даже язык не поворачивается разговаривать. Хорошо, что я куртку одела. Иначе бы я коньки отбросила такого мороза. Прям правда мороз. Как он любит вот так кулакаться на травке. Мама? В общем, вот так вот. Я еще хотела сегодня днем, когда уходила на работу, сейчас все открою, потому что передавали погоду как вчера. Пускай все проветрится. Ага, хорошо, хоть не открыла. Забыла. Вообще одубели его. И так дома не жара. А еще с этим ветром вообще пипец. Так что вот так, видите, день на день не приходится. Не знаешь, что одевать. А так как я мерзлячка, я всегда одеваюсь лучше потеплее, чем вот так вот потом мерзнуть ходить. такие пироги у нас. Даже на улице дети. Обычно здесь дети играются, а сегодня их вообще нет никого на улице. И никто не ходит. Вчера вообще народ ходил. Все ходили, спортом занимались. Сегодня никого не встретила. Конечно, в таком ветришке кто будет ходить. вот тут делают пончики и вафли. Венские, наверное. Боже, как они пахнут. Каждый раз как прохожу, тут батут для детишек. Там вот смотрите кукольный театр. Прикольно. Ой, какая мадам. Смотрите какой интересный кукольный театр, пожалуйста. Прикольно. Это у нас центр магазина тут. такие везде. В общем, идем домой. Сейчас забацаю кисель. Я здесь два пакетика чая заварила вишневого. Он прям обалденный. Добавлю крахмал. Поставлю сейчас на огонь, чтобы закипело. Когда закипит, добавлю крахмал. И будет у меня такой кисель. Кстати, кисель люблю ложкой есть. Не важно, что он будет жидкий. Не знаю, но люблю ложкой. Прям вот так вот как каша его. Я редко кисели ем. Я последний раз ела не помню когда. Почему говорю ела? Потому что я его ложкой ем. И без сахара будет делаться. Ну естественно сахар заменителем. Что-то сейчас просто захотелось и усю. Ни чая не хочу, ничего. Уже надоели все эти чаи. Так что киселек у меня будет на ужин сегодня. Вот такой чай вишневый вкусняцкий. И будет клево. Конечно ягоды нужны какие-нибудь но по-быстренькому и так сделаем. Смотрите какой он получился вкусняцкий. Вы любите кисель? Я вообще все люблю. Все дорогие мои буду с вами прощаться до завтра. Завтра новый день. новые заботы. Все новое. Всего вам самого наилучшего. До завтра. всем пока-пока.